Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, гости наши сегодняшние, партнеры компании Стэнтэх, друзья. Мы сегодня с вами в очередной раз встречаемся, как обычно, по средам в нашей школе здоровья. И сегодня у нас опять очень интересная встреча, очередная встреча с Анатолием Андреевичем Приходченко. Прежде всего, я уже вижу, что меня хорошо слышно. Спасибо, Людмила. Все, у кого нет сейчас звука, у вас еще есть возможность настроиться необходимым образом, для того, чтобы всем было слышно. Сразу отвечаю на вопрос, запись конференции идет, мы обязательно выложим, скорее всего, на канале профессора на YouTube, чтобы этих вопросов не было. Я также прошу в чате, так как у нас конференция посвящена сегодня здоровью и очень важной и сложной теме, я попрошу, во-первых, в чате вопросы писать к концу конференции, поэтому я его отключу. Но еще очень большая просьба для всех присутствующих вопросы задавать по теме сегодняшней конференции. То есть по средам мы обычно не рассматриваем маркетинг-план, мы не рассматриваем продукт компании. Все, так сказать, вопросы, связанные с организационными проблемами, мы их решаем на презентации компании, у нас специально для этого отведены время и проводятся вебинары. Поэтому все организационные вопросы задайте, пожалуйста, людям, которые вас пригласили сегодня. Хорошо? Вопросы по сегодняшней теме мы только такие вопросы пишем в чате. Если кто-то захочет задавать вопрос голосом и уверен, что у него проверен микрофон, мы неоднократно уже с вами проводили такие проверки, то вы можете написать, прошу слово, и тогда мы предоставим вам право голоса. Так, ну организационные вопросы все решили. Я думаю, что все, кто хотел попасть на начало, уже попали. И поэтому мы начинаем. Мы последний раз встречались с Анатолием Андреевичем чуть больше месяца назад. За это время произошли большие изменения, много новых людей влилось в компанию. Поэтому я сегодня кратко представлю нашего спикера, нашего любимого и уважаемого профессора, чем он занимается, чтобы вы имели краткое представление о его работе. Итак, Анатолий Андреевич Приходченко – это профессор, который 20 лет занимается изучением стволовой клетки, кроветворной стволовой клетки. Вообще направления его научно-исследовательской деятельности очень широки. Это и педиатрия, и иммунология, и гематология, и биотехнология, медицинская экология. Но это далеко не весь перечень, который я называю. У вас будет возможность познакомиться поближе потом с материалами, которые мы выкладываем на YouTube, и посмотреть, чем занимается профессор еще. Он автор нескольких изобретений, запатентованных изобретений. Он изобрел метод слияния клеток лазером, изобрел способ ранней диагностики онкогеноопасных ситуаций. И вот способ диагностики мелодиспластического синдрома, о котором сегодня пойдет речь, автором этого изобретения тоже является Анатолий Андреевич. Он внедрил в практику медицинскую метод ранней диагностики депрессии и системы кроветворения человека. Анатолий Андреевич – постоянный член Международного союза радиоэкологов и неоднократно был членом организационных комитетов научных конференций. Ну вот одна из таких научных конференций проходила у нас в Мариуполе. Это была Международная конференция экологии и конверсии под эгидой НАТО. В нашей компании Анатолий Андреевич любезно согласился рассказать нам о том, как живет, как себя чувствует стволовая клетка. Мне лично он интересен еще и тем, что это человек, который каждую стволовую клетку может видеть, что называется, в лицо. То есть вот сегодняшние слайды, которые вы увидите, это слайды, сделанные профессором в результате его исследований. И поэтому очень интересные вопросы обычно задаются в конце любой конференции, их очень много. И Анатолий Андреевич, я думаю, на них любезно ответит. Сегодня тема, я уже сказала, мелодиспластический синдром заболевания стволовой клетки. И, уважаемый Анатолий Андреевич, вы можете подключиться к нам, к нашему разговору. Мы ждем вас. Пожалуйста, кнопочку «Говорить» нажмите. Добрый день, меня. Да, мы вас слышим. Я отключаю. Так, мы вас хорошо слышим, Анатолий Андреевич. Очень хорошо слышим. Спасибо. Да, и, пожалуйста, можете начинать. Удачи. С нетерпением ждем. Ну и так, сегодня мы даем вам презентацию на тему мелодиспластический синдром заболевания стволовой клетки. Что такое МДС, сокращенно, мелодиспластический синдром? Милы – это костный мозг, дисплазия – это пересорка клеток в костном мозге. В костном мозге должно быть определенное количество определенного вида клеток. В том случае, если их количество, а значит и качество, нарушено, возникает болезнь. Еще один синдром чума 21 века – ПИП – это тоже синдром приобретенного иммунодефицита. Но это синдром надуман, чтобы отвлечь общество от истины, напугать его и выкачать деньги у налогоплательщиков на решение проблем СПИДа. Но лекарство против СПИДа до сих пор здесь сделано, как не получается и вакцина против СПИДа. Это говорит о том, что СПИД – это лишь часть более значительного заболевания, имя которому болит стволовой клетки. У нас с вами сейчас зарождается шанс зайти в историю с новым заболеванием, имя которому – стемпатология – болезнь стволовой клетки. Чтобы так смело говорить, надо не только иметь научную смелость, но и знать, что такое стволовая клетка. Блестящими вебинарами Гульнары, Юрия, Людмилы Буц, Елены Федоровны, врачей из России – вы уже подготовленные люди. Но я рискну все же сделать акцент на некоторые уникальные способности стволовых клеток. В 1925 году биотехнолог Гинберланд выдвинул концепцию «тотипатентности» и сказал, что из одной клетки растения можно вырастить целое растение. То есть из одной клетки морковки можно вырастить корнеплод в целую морковку с зеленым хвостиком. Но сам он не смог это сделать. Не только через четверть века его гениальное предсказание было доказано. Вырастили морковку и голова стекали лягушки из одной клетки, и овечку долей, и говорят, что человеку уже клонируют. Не знаю, говорят ли правду. Но в каждой ядерной клетке нашего организма находится вся наследственная информация. Только надо ее растормошить и получить желаемый результат. Вот это значит «тотипатентность». Теперь хоуминг. Что это такое? Это вторая способность споловой клетки узнавать призыв о помощи из зоны поражения. Например, при инфаркте сердца. Вовремя прибыть под скорой помощи и отремонтировать раненое сердце. Эпигеномность. Оказывается, наследственный аппарат может находиться не только в ядре, но и за его пределами. То есть споловая клетка дублирует местоположение некоторых наследственных механизмов. И это важно в начале зарождения особенно новой жизни в материнском организме. И целыми разная активность. Она нужна в споловой клетке, чтобы размножаться вечно. Каждый из нас вечен, но живет в своих детях и потомках. Так что не отчаивайтесь. Наши геномы бережно передаются потомкам. Вот только беда одна. За свою жизнь человечество накопило 20 тысяч генетических болезней. И также бережно передает их нашим потомкам. Вот над чем надо задуматься. Но прежде чем решать эту глобальную задачу, надо изучить стволовую клетку досконально. Чтобы понять болезнь стемп, или как мы договорились, стемпатологию, нам еще раз надо остановиться на функциях стволовой клетки. Стволовая клетка методически активная клетка. Что это значит? Методически от слова метод деления. Она все время размножается, дифференцируется. То есть изменяется. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя дважды увидеть одну и ту же стволовую клетку. Я сомневаюсь, чтобы она спала. Она никогда не спит. Так же, как не спит и наше сердце. Она накапливает энергию и ждет сигнала о помощи. Служба стволовой клетки всегда на чеку. Справа здесь вы видите клетку в методе. Видны палочки. Это хромосомы. Вот они. Они построены из ДНК. В них все законодировано. Свет глаз, длинноноса, память, эмоциональность. Клонность к наркозабительности или стремлению улучшить мир. В процессе изменения стволовой клетки она приобретает нужные организму свойства. Хромосомы вроде те же, такие же, как у материнской, родительской клетки. Но дочь уже проявляет признаки самостоятельности, автономности. Она готова выполнить свое предназначение. Она готова другу встать на защиту против инфекции, то есть стать иммунной клеткой. Или она готова обеспечить организм кислородом даже в скафандре космонавта. То есть быть эритроцитом. Переносить кислород. То есть клетка размножаясь, навременно специализируется. Как врач. Его готовят к врачам общего протива. А когда он не способен вроде как лечиться, его либо делают главным врачом, либо отправляют на специализацию. Будешь и курицом. За все в жизни надо платить. Чтобы стать специалистом, клетка теряет способность к материнству. Она уже не способна делиться. Она специализируется на защите от микробов, например. Справа внизу сегментированный лейкоцит, два сегмента вот здесь, пожирает грибки. Точки вот эти. Точки грибков видны внутри лейкоцита. Раковая болезнь сопровождается оживлением грибковой инфекции. И стволовая клетка посылает армию своих дочерей, чтобы пополнить ряды спец лейкоцитов и блокировать грибковое поражение. Следующий, пожалуй, слайд. Там будет схема. И там будет видно, как прародительница стволовой клетки дает начало всем клеткам, в том числе и кровотворной стволовой клетке. Звучание какое красивое. Гемо-поэз. Гемо-это кровь. Поэз. Поэзия. Значит, сочинять, творить. Кровь – это не жидкость. Это совокупность клеток, разных клеток, причем. Жидкость и. За сутки у нас образуется почти полмиллиарда клеток крови. Где взять пластический материал? Белок для них. Где взять витамины, минералы, гормоны? Биологически активные субстанции для них и так далее. Следующий, пожалуй, слайд. Вот теперь мы уже подходим к пониманию того, что нам нужно питать организм и дополнительные еще. И следующий, об этом мы уже поговорили, или хорошо, пусть будет. А если в организме катастрофа, на помощь приходит сплавая клетка. А если заболела сама сплавая клетка, тогда как? Тогда человечество ожидает новая беда. Милов – диспластический синдром. Следующий, пожалуйста. Я нашел американскую книгу на 3000 страниц о раковой патологии. На странице 1931 Владис Фильберман описывает милов – диспластический синдром как результат поражения стволовой кровотворной клетки. И они там в этом труде указывают, что обследовали где-то там 230 человек. Но толком так и не поняли, что это такое. То есть синдром – это говорит о том, что это совокупность симптомов, это даже не болезнь. Даже как спид. Синдром – не болезнь. То есть мы мало еще знаем об этом. Следующий, пожалуйста. Другие авторы говорят, что это целая группа заболеваний костного мозга клонального характера, возникающих в результате мутации стволовой кровотворной клетки. А мутация – это не смертельно. Клетка делится, живет, но функция у нее уже нарушена. А раз нарушена функция, то строение мутировавшей клетки тоже будет нарушена. То есть морфологически она будет выглядеть больной. Не такой, как в норме. Красивой, но больной. Вверху синяя клетка, похожая на споловую клетку. Лимфоцит. Сгусток ДНК. И узенький ободок цитопланты. Вот это ядро. Вокруг перитроциты, они не имеют, а внизу клетка с деформированным гидром. Вы видели? Не торопитесь, пожалуйста. Да, вот. Внизу клетка с деформированным гидром. Лепесточком таким, да? Но это живучие клетки. И об этом говорят ядрышки в этих клетках. Центры размножения, которые здесь есть. Ну, вот теперь, если пройдет это на коже, но это будет раз. Это можно лечить, облучили, ликвидировали. Но если это в нервных клетках, что тогда будет? А если в половых, это передается потомству. Следующий, пожалуйста. И вот он, клональный характер мутации. Мутировала одна клетка и породила армию плохих клеток. Вот она, зеленая эта клетка, больная, наживучая, и она порождает армию кровиторных клеток, которые выбрасываются в кривеносную руку, которые видят уже лаборанты и кричат, «Соси!» Следующий, пожалуйста. Так вот, данные разных ученых говорят о том, что милодиспластический синдром есть в Германии, Британии, Франции, Штатах и Японии. Причем в Штатах милодиспластический синдром растет. Активно над ним работают в Белоруссии. Это и понятно. Чернобыльское облако плотно накрыло в Белоруссии. В честь многих белорусских ученых и врачей они связывают милодиспластический синдром с радиоактивными факторами. А это не так, как просто связать и доказать. Это надо и гражданское мужество иметь, чтобы связать с другими факторами. А другие отрицают это. Причем на академическом высоком очень уровне. И как ни странно, вторых поддерживает президент Лукашенко. Следующий, пожалуйста. Милодиспластический синдром чаще поражает лифт после 50 лет. Белорусские ученые, такие как Казарезова, Клинкович и другие, они очень хорошо, интенсивно исследуют милодиспластический синдром у детей. Вот пик синдрома должен быть. 50-70 лет и так далее, там уже понятно. Но здесь не показано, это из другой книги взято, что МДС находится и имеет место и у детей быть. я обнаружил милодиспластический синдром у годовалого ребенка. Его возили даже в штаты, там экстрактен какой-то речью и так далее. Зато вместе с ним приехали ко мне, и он был оперирован по поводу саркома, барокеонов, длинный, большой шрам. Но я нашел у него еще и ликоз, то есть поражение стволовой клетки. 20% больных с МДС финишируют по типу рака или ликоза. У некоторых больных я нахожу и то, и другое. В онкохирургии я поставил диагноз ликоза у больного, который прооперирован его по поводу рака желудка, а потом умер от кровотечения. Это запущенное случение. Ранние признаки МДС они таковы и вы их здесь видите на этом слайде. Это малокровие, то есть анемия. Затем появление синяков, носовые кровотечения, пневмония, разные инфекции, включая мочеводящие путей. И все идет вот в соцсетях системы. Следующий, пожалуйста. Распознать трудно в начале. Следующий, пожалуйста. прогноз ПМДС крайне неблагоприятен. Вот такая чума 21 века, понимаете, на нашу голову свалилась опять же. И обычно диагноз запаздывает, и больной живет с ним не более трех лет. Наша с вами задача поймать ранние признаки мига дипластического синдрома, когда еще можно изменить ситуацию к лучшему, тем более, когда есть продукция синдрома. Следующий, пожалуйста. Но как поставить ранний диагноз болезни, когда же Леви Сиберма в этом труде, в этом многотонном, точно не знает причины появления синдрома? Следующий, пожалуйста. И вот чтобы установить эти причины, мы обследовали народ в зонах высокого экологического риска. Следующий, в грудниках Дальнего Востока, где питьевая вода содержит мыши яг, в районе Тотского ядерного полигона, где Жуков бросил атомную бомбу, сделал первый надземный грыб, на Украине в городе Днепродержинске, где хранится 42 миллиона тонн радиоактивных отходов. Я взял лично кровь почти у 6 тысяч человек, но из них нашел только 77 условно здоровых лиц. Следующий, пожалуйста. И сегодня, в отличие от других исследований, мы заявляем, что нами установлены причины милы диспластического синдрома. Это радиация, это хлор-венил на химических заводах, это ракетное топливо, это демзола, демзоперер, это ртухи и другие тяжелые металлы и так далее. То есть, мы знаем этих больных, мы их исследовали и они содержат классические признаки милы диспластического синдрома, а вонам не в прямой контакт с экологическими перцикантами. Следующий, пожалуйста. Традиционная диагностика милы диспластического синдрома базируется на данных функциях или даже трепанобиопсии костного мозга. То есть, надо выстрелить столбик косточки с костным мозгом у ребенка, например, больного анонии и исследовать его и подсчитать число недерелых властных молодых клеток. вот на слайде там видно справа костный мозг под микроскопом. В центре большая клетка. Вот она. Здесь тоже недерелая и вот еще одна большая подсчитывая. Здесь ретроидные клетки недерелые и так далее. Здесь жировые капельки, то есть, это точно костный мозг, хорошо взятый в инкстан. То есть, мы владеем этим методом. Но наша с вами задача обнаружить минилодиспластический синдром за 10 лет до болезни. И причем диспункции костного мозга. А по данным крови. Следующий, пожалуйста. Но давайте сначала определимся, что такое клетка еще раз. И чтобы нам делать за 7-10 лет это нам надо революцию сделать. Диагностики под АНДМ сделать. То есть, устранить старый этот метод и вместо него запустить новый, надежный, экономически дешевый, который будет диагностировать предраковое состояние, предлейкозное. То есть, вот наша задача с вами дать здравоохранению вот эти новые методы. Ну, коррульные старые, которые тоже надо использовать. Спасибо, им сказать. Но пора уже в латентном, скрытом периоде диагностировать признаки сердечные, ранние, очень, милонестатического синдрома. Так вот, о клетке. Вот схема клетки, ядро в центре, сгусток ДЛК, наследственный аппарат, упрятанный в жидкую фазу, в гель. А в этом геле пластическая структура, там находятся и всякие, поминать, там, митохондрия, органеллы в клетке и так далее. То есть, мощный аппарат. Это схема. А вот наша клетка, большая, вот она, ядро, и вот те же митохондрии и так далее, органеллы, которые видны в синтезон микроскопе. Ну, хорошие, правда, оптики. Так вот, эта большая клетка будет потом дифференцироваться, развиваться, специализироваться в такую клетку, ядро в нем, сегнитированное, такими же органеллами, так сказали. Так это не зрелая клетка, и она не способна выполнять свои функции бороться после конфекции. А вот такая способна. Следующий, пожалуйста. И вот теперь мы можем сравнивать морфологию разных клеток. И по признакам этим морфологическим, которые лаборанты зачастую даже не видят, нужно уловить первые признаки поражения клетки. Вот здесь это нормальная клетка, у него ядрышко, видите, степень, есть даже в центре права, да, в центре лимфоциз, густый ДНК, как Максимов говорил, это есть стволовая клетка. Но действительно, положишь ее в пробивку, дашь из питательной среды, гармончиков, витаминчиков и так далее, он превращается в большую, зрелую, то есть в большую, незрелую материнскую и стволовую клетку. То есть обратное развитие это клетка, способная к деревню. Такая незрачная, маленькая клетка, лимфоциз, он очень богат разными способностями. А вот клетка, начинается уже поражение ее, деформация генетического материала, наследственного аппарата клетки. То есть морфология, это великое дело, конечно. Все вещи, пожалуйста. По морфологии мы можем определить все. Следующий, пожалуйста, слайд. И мы посмотрим, как здесь может все меняться. То есть морфология, изучение структуры клетки, ее признаков, вот эти, они дают нам ценнейшую информацию, только надо иметь и считать. Мы вводим методами и фитохимии, и иммуно-блодинга, и иммуно-хроматографии, и так далее. Многими методами иммунологического характера. Но я всегда смотрю, а что это за лимфоциты? И сколько их в крови периферической? Вот таких вот клеток, лимфоцитиков. И когда я вижу огромную гласную клетку с деформацией аплодией ядерного материала, то диагноз здесь, понимаете, уже довольно серьезно. И вот диагностика идет уже, наверное, три века. Как только изобрели микроскоп, сразу начали искать опухолевые плетки в крови. Вы представляете, мозог, так сказать, крови взятой, цельной крови, как выглядит на стекле. Это сплошные эритроциты, красные кровели из тельца, да? 5 миллиардов эритроцитов в одном кубике крови содержится. А среди них теряются 7 миллионов эритроцитов. Это маленькие точки такие, да? То есть вот среди эритроцитов полагается там какая-то клетка одна. То есть в 20 миллилитрах крови можно обнаружить несколько опухолевых клеток. 20 миллилитров крови взять у больного ребенка это много. 5 миллилитров надо взять, поставить точный диагноз. А здесь надо сделать московь, понимаете, кучу. Так вот мы что сделали? Мы взяли и сумели сконцентрировать статковать и убрать так эритроциты, что они нам не мешают. И вместо эритроциты, смотрите, в поле зрения на стекле у нас миллион белых кровяных телец. То, что нам нужно для диагноза. Следующий, пожалуйста. То есть лаборанту очень удобно выискивать опухолевые клетки. То есть вот методика в чем состоит. Взяли кровь, положили в пробирку с гепарином, потом открутили, сделали препарат, вон сколько в одном поле зрения, лейкоцитов, или увеличили, так сказать, это под микроскопом, обнаружили большие клетки, а потом можно обнаружить и вот раковые клетки. Вот такой прием, следующий, пожалуйста. Слайд. Вот такой прием мы применили лейко-концентрация венозной крови человека. И проводим дальше панорамные морфологические изменения ищем в клетках. При ниводистатическом синдроме смотрите, какой удобный метод. Сразу три крупных клеток в поле зрения в костном мозге так не попадают. А в костном мозге попадешь в зону нормальную, понимаете, и ничего не получится, никакого диагноза. Или он будет ошибочен. Более того, те же акторы, которые изучают лейко-концентрический синдром, говорят, что костный мозг может быть нормальным приемлемым в специалистическом синдроме. Или более того, в нем может быть много клеток вместо опустошения. То есть он не дает нам ценную информацию, а венозная кровь дает. Вот посмотрите, какие властные клетки обнаруживаются венозной крови в больного фендая. И формация ядерного материала. Здесь в акулоле появляются большие клетки. А вот стекнос клеток. Потеря межсегментарных мостиков. И вместо трех сегментов 6-7 сегментов. Липерсегментация. В инфлоцитах появляются инцидуры, вырезки. То есть эти клетки с ядерными конвалютами бываются. Ну и так далее. Дальше, пожалуйста. Далее. И вот еще один геодносик строится теперь на чем? Вот посмотрите, в костном мозге косточке находится стволовая клетка. Слева, да? Она окружена клетками-корнистами. Она пухнет, развивается, добреет, начинает делиться. Но часть клеток уходит снова в резерв. И часть клеток, послушных определенному зову, начинает дифференцироваться либо в лимфоидные клетки, внизу вот этот пол пошел, да? Либо в гликоциты, либо в пластинки кровяные, либо в ретроциты безъядерные. То есть половая клетка по морфологии выгляжащая вот так, да и все прекрасное многообразие наших клеток крови. И получается, что одна клетка дает несколько линий, обычно 5-6 крови. Еще что интересное, вот здесь самообновление, видно, да? Клетка самообновляется. Затем она начинает размножаться, красная полоска. И одновременно начинает дифференцироваться, специализироваться голубая полоска. Вот на этом этапе заканчивается процесс деления клеток. Они не могут вернуться назад. За исключением может быть некоторых инфоцитов. А вот эти уже специальные, специализированные клетки, они выполняют свои функции. Здесь функции еще не определенные. Здесь нужен какой-то стимул, чтобы они дифференцировались действительные только блютфлойные элементы. Дальше, пожалуйста. Вот здесь хорошая схема, которая говорит о том, что идет сразу и размножение, и специализация клеток крови. И таким методом можно определить, как выглядит линия иммуноцитов. Вот лузматическая клетка. Дальше, пожалуйста. Которая синтезирует кристаллические чистые антитела вот здесь, поэтому ведро здесь немножко на периферии. Красивая клетка очень. Вот это клетка костного мозга, наш препарат. И вот здесь в этой огромной клетке мега кариум называется, мега очень большая клетка, которая синтезирует здесь пластинки кровяные. Вот они в периферической крови как выглядят. Вот они образуют стромб. И не будут кровоточивости. А если недостаток кровяных пластинок, вот и начинается кровотечение разного рода. Готовые и другие. Дальше пожалуйста. То есть здесь система кровотворения выглядит довольно разнообразно. И вот клетки делятся в периферические крови. Это тоже можно засечь. Тем более у больных, которые подвержены определенному повреждению, стрессу, болезни и так далее. Или организм, который нагрузили физической нагрузкой даже. Целая клетка выходит из костного воздуха, появляется крови. То есть дебром от лейкоза есть такой термин. Вот она делится клетка на две клеточки. Вот хроматиновый мостик между ними. Сейчас он порвется и будет две дочерние клетки из одной. А вот клетка тоже делится в виде хромосомы. Вот тоже она делится в виде хромосомы венчик, который видно даже в плохой микроскопе. Следующий пожалуйста. Если мы засекли такие дерящиеся клетки периферической генозной крови, значит это точно стволовые клетки. Их можно смело так назвать. И вот теперь на эту стволовую клетку воздействуют физические, химические, биологические и другие факторы. которые вызывают мутацию этой клетки. Она порождает такие же мутированные клетки, которые порождают клон мутированных клеток. С аномальной дифференцировкой. Вот средний экоз, анемии злокачественные, в том числе рекоз, рак и так далее. Вот такая схема, которая хорошо наглядно говорит о том, что экологические факторы вызывают мутацию с стволовой кровотворной клетки и прорезает миоводистатический синдром. Дарья, пожалуйста. А анемические все эти вещи, миоводистатический синдром сам по себе является предраком, предликозом. Вот таким методом можно уловить деформацию и стволовой кровотворной клетки. Вот так примерно выглядит стволовая мутированная клетка. Дальше, пожалуйста. У нее генетический материал уже деформирован. Следующий слайд. И они будут давать нам армию плохих клеток. Или вот таких изможденных диедроник другого, понимаете, изуродованный. Но оно еще живет, но уже делиться наверное не может. Следующий, пожалуйста. Далее. То есть по морфологическим критериям можно судить о функции своловой кровотворной клетки. Вот так строится диагностика у нас. Теперь уже нетрадиционная, а наша диагностика метод называется система. Как лечить теперь невлодиспастический синдром? Что об этом говорят разные авторы? Для лечения это палеоактивное говорят, то есть симптоматическое. Нет лечения практически невлодиспастического синдрома. Трого знаем этот синдром и плохо ему лечим. Молодые лечатся транспортацией костного мозга. Там есть какой-то инфекции. Если это уже понимаете запущенная стадия синдрома, то рекомендуется интенсивная химиотерапия. Но ремиссия выздоровления обстановления не у всех уковольных случаев. И продолжение потом этой ремиссии где-то 18 месяцев чуть больше года, а потом снова надо делать химиотерапию. И вот теперь есть надежда, что МДС будет лечить препараты, способствующие дифференциации незрелых клеток. Понимаете, как мы постепенно выходим на продукцию СМТЭХ. Там как раз они способствуют дифференцировке незрелых клеток в половину. Можно еще переливать крот, можно постепенно стимулирующие факторы. Следующий, пожалуйста, сейчас мы об этом поговорим немножко. Но эти факторы, они дорогостоящие и не очень эффективны. Есть еще апоптос, так называемый термин, который подает нам надежду. Что это такое? Это запрограммированная гибель клеток. И онкологическая клетка более чувствительна к разного рода воздействиям. Она подвергается усиленному апоптозу, разрушению. То есть введением определенных субстанций мы можем вызвать гибель раковой клетки или измененной мутированной головой клетки. Дальше, пожалуйста. То есть научные подходы к этому есть уже. Только лечение не всегда получается эффективным. И вот колония стимулирующей фактора, о котором вы говорили, он упоминается и обсуждается даже довольно активно в прудах крестьяна как-то в организм вводится вещество определенное, которое стимулирует образование колонн клеток в селезенке, почках, костном мозге, печени, может это быть и так далее. Я как-то по просьбе Чернобыльского комитета ездил в город Кименицкий к одному подростку, который получил большую тозу радиации в городе Притики. Ждал, когда его выведут, двое суток ждал, когда его выведут из зоны аварии. У него в крови я нашел клеточные остальки, потому что он получал этот фактор, дорогостоящий, но эффекта особого не было. Он мне потом говорил, я беречь жить не хочу, сколько вы уже накололи, переливали кровь и все прочее, но тогда еще не знал о продукции и не мог рекомендовать. К сожалению, Дальше, пожалуйста, выходы из ситуации такой печальный, понимаете, тупиковый, все-таки они есть. И вот как-то мы с моим учителем Геннадий Дмитриевич Дердышевым, который объездил все страны мира, а он был одновременно и доктор биологических наук, и доктор медицинских наук, вот мы с ним обсуждали вопросы лечения современного человека. И он предложил развить такую тему соцмедицины, медицины спасения человечества. Действительно, Чернобыль обострил без того сложную ситуацию тематической, психологической и генетической деградации человека. Но тогда мы еще не знали работ Кристиана Дракон, не знали о том, что будет такая продукция, которая может приостановить безубежный текст деградации человека. А для Украины этот вопрос актуален. Следующий, пожалуйста, слайд, и я его показываю неоднократно. Для Украины это вопрос актуальный. Почему? Потому что, вот видите, нарастает смертность красная, снижается рождаемость. И вот вместо природного населения мы в минусе находим. Минус 10, это 9,9 на 1000 населения. То есть это минусовая рождаемость получается. Привод населения минусовый. И этот срыв наблюдается после Чернобыля. Вот он здесь произошел. Была плохая ситуация, но стабильная по смертности. Но это так называемый триггерный механизм, спускового крючка, механизм, заложенный в другой катастрофе, который отбрасывает нас назад. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста, слайд. И мы поговорим, что все-таки как же нам выходить из этой ситуации. То есть победа-то должна быть над МДС. и в работах Кристиана Андрефо об этом говорится. Это на английском языке его работа, одна из его работ великолепных. Следующий, пожалуйста. А вот там будет перевод на русский язык, и он говорит в этой работе, следующий слайд, да, о том, что экстракт из микроводородей улучшает остроту зрения и когнитивную функцию высшей нервной деятельности. То есть ум обостряет. То есть делаю вывод о том, что, быть может, вся современная цивилизация должна принимать продукцию стем-тех. Быть может, мы прозреем и не будем рубить суп, на котором сидим. Быть может, гомо-сапинг поумерит и не будет разрушать тот мир, который он сам не создавал. И последний слайд, где я, по-моему, благодарю вас за внимание и за понимание и на этом заканчиваю свою презентацию. Спасибо вам. Анатолий Андреевич, спасибо вам большое за сегодняшнее представление такой важной и серьезной темы. Пожалуйста, не отключайте звук. Я думаю, что сейчас будут вопросы. Господа, вы можете писать свои вопросы в чате. Я уберу презентацию, чтобы чат был широким и мы смогли хорошо... Видно было все вопросы, которые будут заданы на Анатолию Андреевичу. Ну, а первый вопрос, наверное, у меня созрел по ходу сегодняшней нашей встречи. Анатолий Андреевич, если правильно я поняла, то мутация стволовых клеток происходит все-таки прижизненно у человека и, возможно, может передаваться по наследству. А можно ли восстановить мутированные клетки? восстанавливаются ли они? Спасибо. Подключайтесь, пожалуйста, Анатолий Андреевич. Да, все-таки, да? Меня теперь уже, наверное, слышно. Я отвечаю на ваш вопрос. Такой довольно значимый, да? Значит, мутация стволовой клетки возникает, конечно, при жизни у живой клетки, но в организме существуют очень мощные механизмы репарации, когда они вот этот мутационный процесс блокируют, а в хромосому, где возникло повреждение стволовой клетки, вставляют кусок нужной ДНК, то, что нужно, здоровое. Эти механизмы эволюционно зрелые, и они работают, очень мощно работают. Но когда на человека обрушивается, так сказать, столько разного рода воздействий в наших городах, где промышленные техногены, это очень разница, то вот эти механизмы начинают тоже подседать. И тогда механизмы защиты от повреждений самой стволовой клетки начинают страдать. Ну, представьте себе, что полоний 210 появился в костном мозге. И костный мозг, как ловушка, фиксирует полоний 210, который излучает свои смертоносные лучи, облучает стволовую клетку в другие прилежащие клетки округлина. Тут трудно справиться, понимаете, с таким уровнем поражения. И тогда половая клетка начинает давать в горе и начинает мутировать, начинает давать вступ больных в принципе. Спасибо, Анатолий Андреевич. У меня еще такой вопрос. Вот Вы назвали там на слайдах уровень заболеваемости мелодиспластическим синдромом в разных странах. А хоть какие-то приблизительные данные есть по нашим странам, например, странам бывшего СНГ? потому что там они названы не были, но я не думаю, что у нас ситуация настолько лучше, чем, скажем, в Европе или в Америке. Анатолий Андреевич, Вы можете не отключать свой микрофон, мы вдвоем можем быть с Вами в эфире. Да, теперь я не понял вопросы, я отвечу на него, да, на два раза вопроса. Значит, уровень заболеваемости у нас довольно высокого растет, если в Штатах это растет. После Чернобыля в Украине тем более. И теперь поймите, что у меня нет таких данных официальных об уровне милодиспластического синдрома в Украине. у нас нельзя поставить диагноз лучевой болезни. По приказу министра мы ставим диагноз вегетососудистая гистония. То есть, понимаете, какой разобои идет в статистике, в учете таких больных? Тем более, что милодиспластический синдром плохо еще изучен и плохо он знаком врачам даже. Не все врачи знают, что такое милодиспластический синдром. Они начинают аномию лечить железом, получают негативный результат. Они начинают железом лечить аномию, но они начинают лечить железом, понимаете, человеку, у которого гемоглобин очень высокий. Потому что говорят, ну, он у вас высокий, но плохой. То есть, человек с высоким гемоглобином всегда меня настораживает. Я начинаю говорить о том, что гемоглобин по гемоглобином, понимаете, но он не отражает истинное положение вещей. Тем более норма при гибболомиде сейчас настолько расширена, что все больные с милодиспластическим синдромом попадают в эту норму. То есть здесь нужно либо пункцию костного мозга делать, либо делать машинолиз крови. 5-10 мл изъянки, и мы ставим точный диагноз. Все как на ладошке видно. Фотографируем эти клетки, представляем и доказываем все это делать. В Белоруссии, я думаю, тоже нет статистики достоверной, которая говорит об уровне милодиспластического синдрома. Это только есть в этих высокоразвитых странах, где идет серьезный учет этих больных. В России тоже только развивается, по-моему, эта тема, насколько я говорю, с врачами в России. Так что официальных данных об уровне милодиспластического синдрома в Украине у меня, к сожалению. Спасибо большое, Анатолий Андреевич. А вот еще такой тогда вопрос возникает. Ну вот можно ли ваше методом диагностики, часто ли, вернее, вы сталкиваетесь с тем, что вам приходится, например, изменять диагноз клинический больных? Вот по вашей практике, я не прошу точной, так сказать, статистике, но примерно как часто получается такой результат, что на самом деле диагноз поставлен неверно, и это именно вот этот милодиспластический синдром? Да, действительно, нам часто присоединяются эти диагнозы. Недавно обратились к нам люди из Киева, из Днепропетровска, и нам пришлось поставить этот диагноз, а одни диагнозы, элементарные, например, остеохондрозы и так далее, которые не ведут никакой критики. То есть сегодня наша диагностика вошла в противоречие, например, с компьютерной томографией, когда специалисты в этой области говорят, да у вас нет ничего, все нормально. А Людмила Михайловна говорит, ну как нормально, когда там головные боли, все поврешите, потому что наш диагноз поставил милодиспластический синдром, опухлевый процесс, пока доброкачественный, в определенных отделах головного мозга и так далее. И когда по новой методике, на новой аппаратуре смотрят больных, определяют у них и подтверждают наш диагноз. То есть мы все время пытаемся его дерифицировать, подтвердить независимым исследованием. И ошибки у нас уже почти нет. Достаточно возглядывать микроскоп, чтобы поставить диагноз злотачного или доброкачественного процесса. Это ответ на ваш вопрос, да, уважаемая Елена Федоровна. Теперь по спирулине. Я работал с спирулиной давно и пытался, так сказать, продвинуть эту спирулину, помогал бы я финансово, когда были такие возможности. И сделали эту спирулину, и сделали это специалисты города Киева, химики, университета Киевского. То есть умные очень люди довольны такие. Но технология там, понимаете, была извлечение биологически активных сустанций кислотами, челочами и так далее. То есть она была достаточно устаревшая. Это не та биотехнология, которая применяется сегодня для получения афа, фиксации водорослей, которая описана в христианах, братья, понимаете, какой эффект дает такой, улучшение зрения и улучшение ума, креативные способности человека. То есть это очень... Анатолий Андреевич, если Вы видите вопросы в чате, Вы можете уже отвечать на них или Вам их прочитать, как удобнее будет. Вот есть вопрос после спирулины. Идет вопрос о том, она из Москвы спрашивает, где можно сделать анализ крови по Вашему методу, до приема стемп-флот. Ну и после. У человека с артезией легочной артерии. Там не полностью вопрос. Можете взять микрофон и отвечать просто на все вопросы, которые видите в чате. Давайте мы так и поступим сейчас. Не так по поводу отределия, это, наверное, хирургические вещи, не знаю, как там сработает продукция СНТ. А по поводу тромбоцитов, наверное, точно сработает, потому что мы таких наблюдаем больных с милой и с пластическим синдромом. И когда вот эта линия тромбоцитарная страдает, это четко видно по анализам. Недостаточное количество тромбоцитов требует вмешательства, требует приема продукции в СНТ, и тогда это количество тромбоцитов будет нормализоваться. В отношении одного гипотеза, какие показания применения продукции? Если есть доброкачественный процесс, то продукция компании СНТ показана, она должна сработать. И воспаление белого вещества, в супраэнтериальных отделов головного мозга, можно принимать продукцию или нет. Белое вещество, ну это вещество, которое защищает серое вещество, то есть это оболочка нервного волокна. Если там воспалительный процесс есть, то почему же не принимать эту продукцию? Я набрадал таких больных у нас, по-моему, в Марганте, где тяжелый металл, и Марганте, тоже тяжелый металл, здорово действует на человека, вызывает там поражение и крови, и головного мозга. И тогда тоже не было у меня в руках такой продукции, я не мог ее рекомендовать. Но вот именно такие больные нуждаются в помощи компании СНТ. Можно ли принимать беременную? Да, под контролем врача это возможно, я думаю. Только надо отработать дозу и все время держать руку на пульсе. То есть периодически брать кровь и посмотреть, как она реагирует уверенными на продукцию СНТ. Учитывая, что вы кормите не только себя, но и будущего ребенка таким пластическим материалом, битаминами и так далее, минералами, то показания к беременным должны быть тоже. Где сделать анализ? Надо приехать к нам, или мы приедем к вам, когда обычно я отвечаю, но мы делаем это даже в полевых условиях все. Консервируем кровь, забираем, и потом работаем недельку с ней. Чем отличается продукция СНТ? Да, от любой другой продукции. Но она отличается сбалансированностью тех микроэлементов, которые там есть. Она отличается тем, что амбуминовые вещества там есть, то есть продукты органического синтеза, готовые для того, чтобы строиться ДНК, в РНК клеток, понимаете, построить хромосомы и другой генетический материал. Но она отличается еще и тем, что там витамины есть определенные, и отличается тем, что может ценно-направленно действовать на споловую кровитворную и другие клетки. В этом наш выигрыш большой. Может ли препарат вызвать более вскоре на мутацию клеток? Вот именно этот вопрос мы и обсуждаем сейчас. Если клетка споловая больна, ее нужно исправлять. И продукция СНТ, я думаю, это сумеет сделать благодаря массе пластического материала нового, который внесет всю эту споловую клетку до построения ее генетического материала. То есть, или, если она уже почки плохая, то может избирательно действовать и вызывать преждевременную гибель такой споловой клетки. Вот над этим, так сказать, я думаю, работают и Кристиан Дракоа и компания СНТ в целом. Ну, с вами. О работах Шнитко, да, и его Гримлайт я мало знаю. Но это хлорофилл, если комплекс из дикорастущих растений природный фактор может тоже влиять на разные биологические механизмы организма, но требует дополнительного, наверное, изучения и сравнения с продукцией компании СНТ. Если в Германии вышли статьи, которые утверждают, что СНТ-АПА содержит тяжелые металлы, то это, может быть, не совсем обидата. Может быть, это достоинство, потому что тяжелые металлы нам тоже нужны. И мы еще мало знаем об уране, самом тяжелом металле. А почему он не должен быть в организме, если он есть в организме у каждого человека? Я видел урановые камни в почках у детей. Понимаете? Ну, это, конечно, перебор. А вот сколько урана нужно, чтобы жизнь продолжалась, полная клетка существовала? Ведь жизнь зародилась, может быть, благодаря радиации только на этой планете. Артучь нужна или нет? Ну, говорят, артучь очень вредна. Да, конечно. Но когда артучь помещаешь в пробирку, где содержатся лимфоциты, они начинают делиться. Понимаете? Трансформироваться. То есть тяжелый металл вызывает раздражение вот этого аппарата, который отвечает за деление клеток. И они начинают размножаться. То есть усиливается жизнь. Но если много артучи, это будет рак. А вот сколько нужно артучить? Какой взвешенный баланс должен быть. Понимаете? Или сколько сынка должно быть? Или сколько молибзена? Или сколько в B12 должно быть скрыть этого металла тоже? Или в меде? В меде сколько должно быть в церровом плодинке ферменте, без которого печень не работает? То есть тяжелые металлы это то, с чем человек родился, жил и развивался. И жизнь на земле возможно развивалась вместе с тяжелыми металлами. только общество, конечно, недооценивает до сих пор роль тяжелых металлов, которые вызывают патологические процессы. Работа чехов с интересной фамилией Цибулька есть в этом отношении. Целенаправленные работы. Анатолий Игорьевич, несколько раз... Если есть выклеточная лимфома... Продолжайте, продолжайте, я тут запаздываю. Если есть выклеточная лимфома, Почкина называется, да, или другие какие-то, так сказать, поражения лимфоидного аппарата, то это тоже может быть поражение стволовой кроветворной клетки. Именно вот этого звена, когда уже стволовая клетка заселилась в тимусе либо в лимфоузлах, либо в селезенке, либо в пиевых бряшках, то есть периферической лимфоидной системе. Если она плохая, это Б-клетка уже, которая дает лимфому, приодрак, с ней надо бороться. А если она нуждается в помощи, то это тоже нужно как-то уметь поддержать. И вот в этом балансе, понимаете, и работает Кристиан Грифов. Вот тут мы подбираем вот эти и дозы, и механизмы, и сам препарат все время совершенствуется для того, чтобы противопоказания убирались, а показания расширяй. Над этом надо работать. Мы работаем. Продукция стентех влияет на кислотно-щелочной баланс или нет? Думаю, что влияет. В некоторых больных возникает ощущение тяжести в животе, сжога и так далее. То есть нарушение кислотно-щелочного ровновесия. Отработайте дозу, дайте сваляву водичку щелочную вместе с препаратом, увеличьте количество принимаемой воды и так далее. Это поможет вам принимать эту продукцию. Но это отдельный вопрос, который мы пока не рассматриваем, но говорим сегодня о аммиеводиспластическом синдроме. Анатолий Андреевич, еще один вопрос здесь есть. Входят ли пептиды в состав продукции? Если да, то из какого материала они выделены? Может быть, тоже не совсем по теме, но хотелось бы знать ваше мнение по поводу наличия пептидов в продукции, насколько необходимо. Вот это озеро в штате Орегон, или как называют американцы Ореган, оно уникально. Оно уникально тем, что оно содержит вот эти гуминовые вещества, которые являются составной частью золков, пептидов. Там появляются определенные пептидные связи, а потом они приобретают гормоноподобную конфигурацию даже. То есть клетки очень легко сразу вот этот природный комплекс включить для построения своего генетического материала. И половая клетка будет развиваться дальше, только надо уметь дальше лелеять, не обижать, и тогда все будет в порядке. То есть набор этих пептидов, как раз аминокислот и строительных блоков более-менее крупных, вот это очень существенно. такая же продукция производится в России и в других странах в принципе, понимаете, которая влияет на споловую клетку, так они используют олиготептиды, то есть пептиды с очень коротким цепочкой аминокислот дыр. Так вот эти короткие пептиды, которые отходят в состав продукции и влияют благотворно на функцию структуру споловой клетки. Анатолий Андреевич еще несколько раз мы на эти вопросы не отвечаем, когда будет доступна продукция. Вот несколько раз задается вопрос по поводу витилига, насколько эффективен продукт, как Вы думаете, может ли помочь наш продукт в этой ситуации? Ну, надо сначала определиться с витилигой, что это такое. понять природу этого явления, понимаете? Я наблюдал одну больную, у меня витилига по принципу носков и перчаток, то есть конечности белые, стопы ног и кисти рук. Но когда я посмотрел кровь на нее, так смотрю, там химический спит, понимаете, сплошной. Когда я начал выяснять, в чем дело больная из Киева, то оказывается, что она как предприниматель открыла химическую лавку какую-то и работала с этими химическими веществами и использовала их в собственной даче. И когда она их использовала, то собаки заболели, начали обрезать шерсть, выпалять и все прочее, понимаете? И у нее появилась эта витилина. То есть если мы с помощью продукции самцех уберем эту интерфикацию, этот химический агент, который посидел в ней, колонизировал буквально ее, понимаете? Если мы его уберем, а я думаю, что это возможно, то и витилиго может быть даже будет лечиться. Хотя это очень сложно. так, ну, вроде бы, вроде бы ответы на все вопросы. Можно ли шунтирование? Шунтирование, да. Шунтирование? Ну, если мы уже сделали шунтирование по поводу, скажем, того, что там непроходимость была каких-то сосудов в сердце и сделали обводку какую-то, да, то, чтобы не было лишних теперь блоков, чтобы вот эти тромбоциты не заблокировали коронарное снабжение, снабжение мышцы сердца кислородом, чтобы не было тромбов больше в сердце и инфарктов и так далее, то принимать эту продукцию, по-моему, сам Бог велит. при химиотерапии также в одной выходит из химиотерапии более спокойно, уверенно и без выпадения волос даже и прочих, сказать, неприятностей, без микрозов там и так далее, когда он принимает продукцию из функции. Так, вопросы сегодня нескончаемые, да? Да? Ну, давайте вот сейчас на последние вопросы отвечаем, и я, наверное, заблокирую уже чат для вопросов. Пожалуйста, Анатолий Андреевич, последний вопрос видно вам? Проблема в легких, да? Жидкость рассасывается при применении или нет? Ну, здесь нужно понять, от чего жидкость, так сказать, возникает в легких. Если там нарушение правых отделов желудочкой и кровь возвращается в легкое и переполняет, а потом, так сказать, там оседает и возникают отеки в плевральных полостях и так далее, то там нужно наличить порог сердца или принимать какие-то другие вещи. Консервативно можно тоже сделать, наверное, определенные успехи, но здесь продукция стентэк, так сказать, тоже не будет помехой. Но наблюдений у меня в этой области, так сказать, пока нет. Какого возраста можно принимать? При рассеянном склерозе можно ли принимать? При рассеянном склерозе нужно... Ну, это же работа, опять же, Кристиана Драко, который говорит, что улучшается креативная память и креативные свойства, так сказать, мозга, высшей нервной деятельности человека. Он же нейрохирург, он знает мозг, по-моему, на зубок. То есть, это цель, он разрабатывает эти препараты, чтобы память возвратилась к человеку, чтобы ум работал четко и ясно. То есть, рассеянный склероз будет отступать тогда, когда из костного мозга выйдет предшественник, нервные клетки заселит головной мозг и породит новые нервные клетки, которые, как оказывается, восстанавливаются. Это есть в работах Кристиана Драко, это есть в работах Крибрама, который называется языки мозга. Вот очень хорошее предложение Анатолий Андреевич поступило от Людмилы Михайловны в год. Тема настолько серьезная, что вы не раз еще будете упоминать об этом. Многие врачи даже приблизительно не знакомы с этой темой и мы надеемся, что они будут заинтересованы в том, чтобы узнать и разобраться в этом вопросе более подробно. Дорогие господа, я думаю, что на сегодня мы закончим с вами конференцию. Я выражаю глубокую благодарность Анатолию Андреевичу за то, что он находит в своем непростом, очень напряженном графике работы время для того, чтобы встретиться с нами. Такие интересные вещи нам рассказать, главное, очень полезные для каждого современного человека. Ну и помогают нам разобраться, ответить на наши вопросы. Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Мы желаем вам здоровья, 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 здоровья и успехов в вашем труде. Всего хорошего вам. Будьте счастливы и здоровы. До свидания.